Сегодня прошел первый в этом году общественный совет при главе города Чебоксары. Глава города подвел итоги ушедшего года, а члены совета наметили план работы на будущее. 2013 год, по словам Леонида Черкесова, для города был успешным. Чебоксары заняли второе место во всероссийском конкурсе на звание самого благоустроенного города. Земляки, которые живут за пределами, они тоже хотят, чтобы действительно город Чебоксары, он был самым узнаваемым, самым благоустроенным, самым комфортным для проживания. Это хорошо, что интернет-голосование всей России узнало, что действительно Чебоксары с другими миллионными городами здесь лидировали. Символично, что в год 400-летия царской династии Романовых по инициативе и поддержке главы города были организованы раскопки предполагаемого захоронения прабабушки первого русского царя Марии Шестовой. Это исторически значимое событие для истории всей страны. В столице Чувашии в 2013 году удалось значительно сократить очереди в детские сады и увеличить строительство жилья. Чебоксары – лидеры в республике по обеспеченности детскими садами. Школы столицы вошли в число 500 лучших учреждений образования в стране. С особой гордостью глава города говорил о спортивных событиях в Чебоксарах. Провели самую массовую зарядку, установили рекорд Книги Гиннесса. По улицам города прошла эстафета Олимпийского огня. Встречая Олимпийский огонь, город Чебоксары подготовился в плане развития физической культуры и спорта и подгоустройства города. На заседание общественного совета выбрали и его председателя. Единогласно им стал Анатолий Ягумнов. Он обещал помочь навести порядок в сфере ЖКХ, разобраться с управляющими компаниями. Их должно быть меньше и необходимо ввести лицензирование таких организаций, подчеркнул избранный председатель. Члены общественного совета высказались по поводу организации работы в 2014 году. Так, следующую встречу они запланировали провести на базе одного из предприятий. Так, на месте можно обсудить проблемы экономики, а также подумать, как поднять престиж рабочих и инженерных профессий. Также на будущее было предложено подумать о восстановлении речных перевозок в летний период. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.